В этот день, 12 августа 1759 года, состоялось Куннерсдорфское сражение. Армия прославленного полководца Фредериха II была наголову разбита русской армией. 12 августа 1824 года Александр Пушкин был выслан из Одессы в свое имение Михайловское. Считается, что в пору Михайловской ссылки он создал лучшие свои произведения. 12 августа 1962 года состоялся запуск пилотируемого космического аппарата «Восток-4». 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск». В этот день 12 августа родились Витус Беринг – русский мореплаватель датского происхождения. В честь него назван пролив между американским и евразийским континентами. Цесаревич Алексей Николаевич – сын последнего императора из рода Романовых Николая II. Эдуард Направник – российский дирижер и композитор чешского происхождения. Первое высшее музыкальное учебное заведение, консерватория, появилось в Петербурге только в XIX веке. До этого момента в аристократических кругах главенствовала мода на домашние труппы, создаваемые из крестьян и дворовых людей. Мир настоящего профессионального театра и большой музыки был очень невелик. В России еще требовался приток свежих сил из Европы, иностранные педагоги и наставники, вроде молодого талантливого капельмейстера и пианиста Эдуарда Направника. «Какая-то притекательная сила к России, присущая тогда всем чехам, заставила меня предпочесть месту во Франкфурте предложение князю Юсупова и занять место дирижера в его оркестре», писал в дневнике музыкант. Планируя пробыть тут два года, он остался в чужой стране навсегда. Отдав оркестру Петербургской русской оперы, как назывался тогда Мариинский театр, «Все свои силы». Он покрестился в православии, он даже писал духовную музыку, став абсолютно своим в России. Начало уже его творческой карьеры положило такое происшествие. На одно из представлений оперы Руслану Людмила не явился пианист. В растерянности администратор разглядел в зале известного в музыкальных кругах капельмейстера и обратился к нему с мольбой. Господин Пикель утверждает, что вы прекрасно играете с листа, может выручьте. Уже через пять лет после зачисления в штат направник дослужился до должности главного дирижера оркестра. И тут же добавил ремарку в свою записную книжку. Хор поет без соблюдения каких-либо оттенков, оркестр и хор по качеству весьма не дурны, однако запущены без всякой дисциплины. Репертуар самый ограниченный и почти без опер русских авторов. На новом посту руководитель внес множество правок, затронувших не только репертуар, но и весь коллектив. Артисты должны были приходить на репетиции подготовленными, чтобы могли хотя и знот пить партии без остановок и без опозданий. Теперь музыканты поминутно знали, когда звучит тот или иной кусок музыки. Чтобы труппа не отвлекалась на побочные заработки, направник выпросил у дирекции повышение окладов. Я отказываюсь от моей личной прибавки, но настаиваю на полном бенефисе оркестру и хору, иначе я в русскую оперную труппу не возвращусь. И напористому иностранцу не смогли отказать, и не зря. За полвека работы единовластного руководства направник вывел русскую оперу на мировой уровень мастерства. «У вас в России певцы поют вагнеровские оперы, а у нас декламируют», отмечали иностранные гости. Для них музыка русских опер Галинки Чайковского зазвучала во всем своем великолепии. «Петр Ильич, вы лучше сочиняйте музыку, а мы уж как-нибудь отдирижируем», поддерживал кайплемейстер Чайковского, не понаслышке зная, что такое композиторский труд. Направник был автором нескольких опер, концертных произведений, но прежде всего направнику предстояло остаться в русской культуре как дирижеру, ведь за 54 года и 4 месяца он продирижировал оркестром 4131 раз, став первым в истории государства музыкантом, кого великий князь Константин Николаевич наградил орденом Святого Владимира IV степени. А еще из рук дочери Михила Глинки капельмейстер получил дирижерскую палочку ее отца. На ней была изображена голова Бетховена и написаны четверостишие из «Руслана Людмилы» оперы, открывшие вери для бедного чешского музыканта, завоевавшего признание, успех и любовь зрителей.